Масло раскалилось, и лучший способ убедиться в этом – лёд. Вот так вот не надо, иначе работать будет негде. Здрасте, вы на канале Лаборатория настроения, и сегодня у нас не просто обзор, а обзор фраера. А фраер – это у нас индукционная фритюрница Friar V8 от компании iPlate. А приезжает она вот в такой вот упаковке, вот такая вот посылочка из деревни. iPlate Friar V8, индукционная фритюрница 20-23. Прекрасно всё видно, все характеристики. Вес 13,5-21, ну соответственно 21 в упаковке. Мощность 3,5 кВт, ну и так далее. Сейчас будем всё показывать. Размеры в упаковке, кстати, 600-365 на 460. Вдруг кому-то нужно посчитать, сколько будет ему стоить доставка. Упаковано здесь всё на саморезы. Открываем. Ну а Шурик я, естественно, забыл. У меня есть отвертка. Саморезы извлечены. Крышечка вот она. Открываем. Та-дам! И что же мы видим? Инструкция. Белая защитная хреновина. Как её ещё назвать, не знаю. Ещё одна белая защитная хреновина. Ещё одна белая защитная хреновина. Всё в стиле iPlate. Защитим по максимуму. Ну и, собственно, вот он фритюр. Вот так вот я его достал из коробочки. Кстати, в процессе распаковки заметил ножки. А вам они ничего не напоминают? Ножки iPlate Алиса, iPlate Алина и тому подобное. Мощные плиты вот с такими ножками и идут. А грузоподъёмность этих плит 100 килограмм. Тут явно сотки нет. Ну и сверху ставить вряд ли что вы будете. Значит, ножки с дичайшим запасом прочности. Крышка. В плёнке. Убираем. Корзина в плёнке. Убираем. Тут ещё дно имеется в плёнке. Убираем. На задней стенке прикреплён шнур. Так, шнур прикреплён на стяжке. Без специнструмента не обойтись. Надо аккуратненько эту стяжечку отрезать, не повредив шнур. Стяжечку убираем. Не забудьте убрать стяжечку. Она крепится на вентиляторе. Да, не надо, чтобы она туда упала. Шнур толстенный. Мощнейший. Длиною, ну, полтора метра, сто процентов есть. Тут ещё есть какая-то фиговина. Over-Temp Protection. Короче, здесь, если перевести, что написано, значит, какая-то фиговина должна выпрыгнуть. Если будет перегрев, вот эта штука выпрыгнет, откручиваете эту крышечку, нажимаете, ну, когда уже остынет, и всё будет хорошо. Защита от перегрева. Самые главные параметры для фритюра это что? Ну, во-первых, мощность, во-вторых, объём масла, который она в себе может поместись, ну и, в-третьих, температуру, которую она может нагреть. Мощность нагрева 3,5 киловатта. Мощность нагрева индукционного нагрева. Это мощнейший, быстрейший нагрев, намного эффективнее, чем теновый нагрев. Объём масла, который используется в этом фритюре, 8 литров. Есть минимум, есть максимум, на максимуме как раз 8 литров. Температура нагрева, которую может поддерживать этот фритюр, 210 градусов, это максимальный и минимальный 30. То есть, он может на 30 поддерживать масло, может до 210 разогреть. Изучая рынок фритюрниц, я не профессионал далеко во фритюре, мне было интересно, что представлено на рынке. Я нигде не заметил, что вообще, в принципе, фритюр поддерживает температуру вот эту минимальную, 30 градусов. Для чего это сделано? Но единственная мысль, которая мне пришла, это если её мыть, налить туда воды с моющим средством и поставить 30 градусов, чтобы она постояла, например, погрелась, помокла, чтобы масло отошло. Возможно, для этого. Для чего это, я не знаю. Если вы знаете, для чего поддерживать фритюру, 30 градусов температуру, напишите, пожалуйста, в комментарии. Айплейт это почитает и, возможно, даст свои комментарии. Ну, а температура нагрева в 210 градусов, я знаю прекрасно, для чего это сделано. Допустим, у вас температура жарки 190, вы нагрели до 190, опускаете вот эту замороженную картошку. Что у вас происходит? Температура падает на 10 градусов. Ну, это стандарт, как минимум на 10 градусов. И что будет? Картошка будет жариться в 180. Что нужно сделать? Разогреть до 200. И тогда у вас будет жарить на 190. Ну, логично. Почему остальные производители этого не сделали? Потому что они не айплейт. Ну, а по поводу надежности у меня вообще нет сомнений. Уже более пяти лет я пользуюсь плитами айплейт. У меня куча обзоров на канале плит айплейт индукционных, инфракрасных, газовых даже. Я могу вас заверить, плит продается с каждым годом все больше и больше. Рекламаций все меньше и меньше. Мы все реже сталкиваемся с гарантийным отделом. Блин, ну, качество растет. Скоро айплейт в мире плит-фритюров будет, как Toyota в мире автомобилей. Качество, надежность, ну и так далее. Ну как? Классно я порекламировал айплейт. Тогда давайте его проверять. Посмотрим, как это работает и с чем его едят. Так, что я забыл? Инструкцию. Мы же всегда читаем инструкцию и смотрим, что тут написано. Инструкция руководства по эксплуатации. Описание. Профессиональная индукционная фритюрница, фраер В8, используется в организациях общественного питания для приготовления пищи в масле. А вот тут я хотел бы поспорить. А если у вас, например, большой дом, приезжает много гостей, друзей, что мешает в вашей уличной кухне, где у вас там мангалы, фигалы, плиты, печи и так далее, поставить фритюр и время от времени приготовить что-нибудь такое вредное, как говорят люди, жареное в масле. Но я не знаю, этого объема хватит, я думаю, что за пару приготовлений человек 10 накормить на 100%. А то и больше. Ну, указано, что корпус сделан из нержавейки. Мы это видим прекрасно, что это не оцинковка нержавейка и в Африке нержавейка. Всякие характеристики прописаны по поводу таймер, индикатор уровня масла, индикатор нагрева масла и так далее. Естественно, во всех профессиональных фритюрах, в любой профессиональной технике есть все эти индикаторы, есть температура нагрева масла. Вы же не будете термометром все это проверять. Здесь вот вы видите, как выглядит панель. Здесь нет этих крутилок и так далее, куда может залиться масло и потом все это застыть, пригореть и так далее. Вот она, сенсорная панель, которую сильно испачкали, ну протер и дальше работай. Даже написано, в какой последовательности его мыть. Технические характеристики, естественно, указаны. Мощность, максимальная температура, минимальная температура, об этом я уже сказал. Объем ванны минимум 6 литров, максимум 8 литров. Длина шнура, кстати, я ошибся на 10 сантиметров. Не полтора метра, а 160 сантиметров. Ну и коды ошибок. Соответственно, на дисплее, если вдруг возник какая-то ошибка, на дисплее она будет показана, вы сможете в характеристиках, ну в инструкции посмотреть, что за ошибка. Если вы знаете код ошибки, позвонили в техподдержку i-Plate, назвали ее, описали неисправность, а там уже специалисты вам подскажут гарантийный этот случай, например, который вы не сможете решить самостоятельно. Или достаточно протереть какой-нибудь датчик и все решится. Гарантия на фритюр Fryer V8 от компании i-Plate 12 месяцев. Что делаем дальше? Ставим плиту поближе к розетке, чтобы не использовать удлинителей. Когда вы подключили фритюр к розетке, первым делом нужно налить масло. Потом уже его включать. Почему? Потому что при включении он автоматически начинает разогреваться до 110 градусов. На 110 останавливается, это как поддерживающий режим. То есть у вас начался рабочий день, вы пришли, масло налито, хлоп, включили, пошли делать свои дела. И из этого, вот то, что вы включаете и тут же начинает работать нагрев до 10, тут, наверное, моя какая-то маленькая рекомендация к производителю. Нужно поставить какой-нибудь датчик, чтобы без масла она вообще не включалась. Вот индукционная плита без кастрюли, которая действует на индукции, она не включается. Фритюр тоже должен не включаться. Безопасность. Кстати, для использования данного фритюра достаточно розетки в 16 ампер. Но при этом к этой розетке, к отдельному проводу, не должно быть подключено других приборов. 3,5 киловатта все-таки. Ставим отсекатель. Для самогонщиков это фальш дно. И наливаем масло. Какое использовать масло? Естественно, масло, на котором написано. Для фритюра. У нас вот для фритюра и жарки масло подсолнечное. Почему используется профессиональное масло? Для, не обязательно даже профессиональных фритюрниц. Во-первых, оно меньше горит. Ну, в плане гари, запаха, вот этих ароматов масла. Во-вторых, там есть антиоксиданты, которые продлевают жизнь масла. Даже в домашней фритюрнице лучше использовать вот такое профессиональное масло. Оно стоит плюс-минус 5-7 процентов. Где-то дороже, где-то дешевле, чем обычное масло. Проверьте. Просто посмотрите в магазинах, где продается этот фритюр. Продается он в магазине... Блин, сейчас реклама будет. Ладно, хрен с ним. В метро. Все это есть. Никаких проблем с этим нет. Доставочку заказали, вам привезли. Первые 5 литров пошли внутрь. Наливаем вторые 5 литров, вернее 3 литра используем. Доливаем просто до отметки максимум. Вот так у вас будет 6 литров. И еще доливаем до отметки максимум 8 литров масла. 8 литров налито. 2 литра осталось. Я вот думаю, я на таком масле буду дома использовать для жарки каких-нибудь котлеточек, там например, чего-нибудь такого, что жарится в масло, а потом масло выливается. А почему бы и да? Масло по цене такое же, но при этом гарри меньше. Соответственно, всяких веществ, которые идут при жарке в продукт, тоже меньше. Жена меньше возмущается от того, что кухня вся в дыму. Красота! Вот эти 5 литров масла, примерно не помню, 600-650 рублей. Чисто кого-того, врать не буду. Посмотрите и увидите, какая цена. Разделите на 5. Сколько? 110-120. Где вы на хорошее масло в магазине найдете примерно такую же цену. Под 200 сейчас масло стоит. Сейчас я буду включать нагрев, просто ничего не делая, буду ждать, когда она разогреется до 100 градусов. Не 110, а именно до 100. Потому что большинство тестов, которые я видел на YouTube, греют воду до 100 градусов и показывают время нагрева. Вот у нас 8 литров, греем до 100 градусов. Таймер я включу. Я не буду все эти примерно 10 минут снимать. Мне пленку жалко на камере. Но я вам покажу. Можете верить, можете не верить. Одновременно включаю включение плиты и таймер на телефоне. Пытаюсь попасть двумя руками одновременно. Раз, два, три. Ну, три секунды разница. На таймере три секунды больше, ничего страшного. Ждем разогрева. Сейчас показываю 26 градусов, текущую температуру 25-26. Вот она скачет туда-сюда. Идет нагрев, далее масло не горит. Температура, к которой стремится фритюр 110 градусов. Вот она уже пошла. 27-28, только что 25-26 было. Сейчас она начнет нагреваться. Прошло 5 минут, ну, 20 секунд. А температура уже 75 градусов. 74-75. За 5 минут. Там внутри уже нормальный такой процесс перемешивания масла. Ну, соответственно, температурная конвекция идет. Или как ее назвать. 7 минут 96 градусов. Сейчас. Скоро уже будет соточка. Я думаю, что будет меньше 10 минут. Явно меньше 10. А, соточка. 7,20. Фиксируем. 7,20. Давайте 7,30, да? Когда вот 101 покажет 100-101. 101. 7,33. 7 минут 33 секунды. До 100 градусов. А что может ваш фритюр? Сможет ли он такое время показать? А время это что? Время это деньги. А фритюр профессиональный. Соответственно, деньги это ваши доходы. Уже 110. Сейчас мы поставили нагрев до 210. Но не просто так. Мы в розетку воткнули ватт-метр. И сейчас покажем вам, сколько у нее потреблений. Ну, соответственно, сколько реальная мощность. Розетка у нас находится далеко под столом. Поэтому сейчас вы увидите наши зеркали. Смотрите, вот идет нагрев. Нагрев, все, процесс. Вон он шнур. Идем по шнуру, чтобы потом не возникало вопросов. Потом потребление. 3,492. Все увидели? Все видно? Хорошо. И это при том, что у нас не профессиональная проводка. Не кухня, где там десятки, а то и под сотню киловатт. Все прекрасно. Сегодня для того, чтобы протестировать фритюр Fryer V8 от компании iPlate, я хочу приготовить, естественно, картошку фри. Но банальная картошка фри, это банально. Поэтому я хочу сделать ее с беконом, сыром и соусом барбекю. Первым делом нужно пожарить бекон. Для этого берем пачку бекона, отрезаем сколько нам надо. Жаль, что мне метр за рекламу не платят. Бекон мы тоже там купили. Хорошая бы реклама получилась. Берем бекон, режем, как вам нравится. Вот кому-то нравятся большие пласты. Я, например, возьму тут примерно 2 сантиметра по толщине, по ширине, скажем так. Вот примерно вот такими кушманами. Все это порежу, потому что при жарке они еще уменьшатся. Но это будет красиво и вкусно. Теперь все это дело разбираем, потому что куском жарить не прикольно. Они должны прожариться хорошо до корочки. Ну, чтобы они были, как вот в американских фильмах показывают, бекон жаренный с яйцами, да, примерно то же самое. Потом они уже, когда объединятся с картошкой, они все равно станут мягкими, потому что от картошки будет выделяться некоторое количество влаги, и все это будет уже мягче. Все боятся жарить бекон, думают, что там канцерогенов куча. А сало вы не едите, да? Вкусненько. Складываем все это в сковородочку. Предварительно даже нагревать не буду. Почему? Потому что у нас 2 кВт iPlay T24. T24 Pro, кстати. Нагрев максимально быстрый, вариться ничего не будет. Обычно же говорят, да, надо сначала разогреть, потом уже складывать. А нафига, если она моментально нагревается? Вот столько бекона у нас получилось. Включаем сеть. Так у нас заблокировано. Разблокируем. Включаем сеть. 2 кВт. И жарим. А, прошло минуты 2,5. Вот такая вот картина. Видите количество масла? А его мы использовать не будем. Это все в утиль. Останавливаем процесс жарки. Масло. Это не будем использовать, как я уже сказал. А вот эти вот получившиеся шкварочки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оставшийся жир тоже стек. Он нам тоже не нужен. Спросите вы, а почему ты пожарил это все на сковороде, да? А не во фритюре. Так же было бы прикольнее, интереснее, кадр красивый. Потому что в беконе используется нитритная соль. А нитритную соль греть больше 120 градусов нельзя. Потому что все продукты с использованием нитритной соли при нагреве более 120 градусов выделяют канцероген. Причем очень страшный, очень нехороший канцероген. Будьте аккуратнее. Итак, вот у нас 2,5 килограмма замороженного картофеля фри. Он уже подготовленный, все хорошо. Рекомендация производителя, которая указана на упаковке, жарить 3 минуты 15 секунд при температуре масла 175 градусов. Выставляем температуру на 10 градусов больше, чем рекомендовано. 185. Выставляем таймер 3 минуты 15 секунд. Я поставлю 3,30 и буду в процессе отслеживать этот момент. Сейчас ждем, когда нагреется до 185 и будем картошку внутри этой корзины опускать туда в масло. Картошки в емкость сыпется примерно 2,3, ну не более 2,3. Я насыпаю, наверное, половину, нам хватит. Это даже половины, наверное, дофига будет. Ну, уже насыпалось. О, чуть больше половины. Нормально. А это убираем обратно в морозилку. И ничего с ней не будет. Сделаем какую-то вечериночку. И будет хорошая закусь. Насколько мне известно, картошка при приготовлении вот, ну, для такого вида, она проходит бланширование, а потом быструю моментальную обжарку, чтобы, ну, создать корочку, чтобы она не ломалась, да. И, естественно, потом, как она называется-то, крутая мощная заморозка, моментальная или что-то типа того. Шоковая. Вспомнил. Шоковая заморозка. Пока у меня тут идет разогрев, сейчас вам расскажу для чего вот эти цифры 1, 2, 3. Цифры 1, 2, 3. Это режимы работы, которые можно запомнить. Допустим, предположим, у вас нет одного какого-то специалиста, который будет постоянно работать с фритюртницей, который, ну, не будет помнить все режимы и так далее. У вас, например, есть табличка. Первый режим, картошка фри. Второй режим, наггетсы, например. Третий режим, еще какие-нибудь хренагетсы типа луковых колечек, возможно, да. Естественно, у вас не будет там рыбы, потому что рыбу одновременно со всем остальным жарить нельзя. Потому что если вы сначала пожарите рыбу, а потом еще что-нибудь, вот это еще что-нибудь будет со вкусом рыбы. Потому что масло тут же возьмет в себя все ароматы и вкус рыбы. Вот сейчас нам нужно настроить 185 градусов и 3,30. Настраиваем. Первое. Выставляем 185 градусов. 185. Выставляем таймер на 3,30. Нажимаем кнопочку 1. Жмем, когда она загорится, и дисплей заморгает. Вот, все, запомнила. Например. Выключено. Включаем. Процесс идет. Температура текущая. Сейчас она запустится. Все, она поработала. Теперь нажимаем 1. Все. 185, 3,30. Ждем. Как только она берет температуру, она скажет пилик-пилик. Берем картофан, опускаем туда. Время закончится, она опять скажет пилик-пилик. Вытаскиваем ее. Просушивается. Масло стекает. Куда проще-то? Когда у вас включен таймер, есть такая, ну, внешняя такая особенность, да? Что показывает время и температуру. Но не показывает текущую температуру. Вот как бы неудобно, да, вроде. Подходишь, нажимаешь на кнопочку старт, и он показывает 170. Ну, там показывает текущую температуру. То есть, делаешь свои дела, что-то надо тебе, показал, там нажал. Он тебе, хоп, показал температуру. Подолжаешь дела свои делать. По идее, было бы интереснее, если бы она прыгала. Но вот, сделала она так. Ну, нажал кнопочку, посмотрел. Вероятнее всего, что-то будет изменяться, делаться лучше, эволюционировать. Я не знаю, как еще назвать. Нет предела совершенству. Температура 183, 184 уже показала. Сейчас уже начнется процесс. Все, она пропищала. Готовим. И для того, чтобы процедура началась, естественно, нужно начать нажать кнопочку старт. Нажимаем кнопочку старт. Время пошло вниз. И потихонечку, аккуратненько, потому что мне страшно. Опускаем все это дело внутрь фритюра. И ничего не происходит страшного. Никуда ничего не брызгает. Все классно, все хорошо. Пока не сильно страшно. Время идет. Температура падает. Прошло 30 секунд. Температура 180. Снижается. Началось выделение пара. Это не дым от масла, это именно пар. Температура уже 168. Уже не та температура, которая нужна, да? Ну, сейчас это все будет догоняться, разгоняться. Все будет хорошо. Макдональдс так делают. Потом на место стоят. Ну, все, у нас таймер только что пропищал. Я пропустил, не успели включить камеру. Все, вырубаем полностью эту всю штукенцию. Достаем и оставляем на сливание масла. Масло сейчас все обтечет и все будет красиво. Домой такую еще купить что ли? Наверное, выгонят, да? Ну, ништяк. Маш лица обстукиваем. Надо солить. Насыпаем сколько нам покажется нужным. Вот примерно вот столько, чтобы нормально посолить. Берем соль. И солим. Сколько вы считаете нужным? Я вот столько посчитал нужным. А теперь нужно ее перевернуть. Чтобы солью все обволокло. Формируем блюдо. Берем картофан. Берем наш бекон. Посыпаем бекончиком. Так вот, красота. Теперь берем соус. Нет, давайте сначала сыром посыпем. И посыпаем сырочком. Сколько вот мы себя любим. Столько и сырочка сыпем. Вот так вот. Красота. Сейчас сыр расплавится от горячей картошки. Теперь берем соус барбекю. И доводим. И еще побольше. И еще побольше. Соуса много не бывает. Естественно, нам нужно создать красоту. Так вот очищаем тарелочку. А то тут сыра нафигачили со всех сторон. Вуаля. Вот такое вот блюдо. Вкусно получилось. Очень вкусно. Даже за вилкой не сходил. Вы там подпишитесь. Я пока поем. Охрененный фритюр. Мне очень понравилось. Очень понравилось блюдо, которое я приготовил. Я бы никогда не стал его готовить. Не будь у меня фритюра. Блин. Вкусно. Классно. Профессионально. Быстро. Очень быстро. Мне понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик под видео. Может быть еще поснимаем немножко. До встречи на нашем вкусном канале.